старт серийного производства ударного дрона с 70 охотник был перенесен как минимум трижды а разработки по этому проекту продолжаются с 2012 года дрон позиционируется как новое направление в авиационной робототехнике и что этот беспилотник якобы не имеет аналогов в мире проект с 70 охотник можно назвать типичным долгостроем сухие цифры его история началась в 2009 году когда на авиасалоне макс впервые стало известно о планах вооружить российскую армию ударным драоном такого класса с 2012 года разработку ведет компания сухой через семь лет состоялся первый полет охотника который длился около 20 минут в качестве летающей лаборатории для отработки технологий использовался один из опытных образцов истребителя су-57 в 2021 году был размещен заказ на три дополнительных опытных образца с 70 которые планировалось испытать в 2022-23 годах в том же году показали первый дрон с информационно-управляющей системой позволяющий выполнять задания без связи с оператором или истребителем и представили усовершенствованный прототип охотника опытные образцы охотника в обновленной версии с 70 без плоским соплом снижающим его заметность в инфракрасном диапазоне и новым турбореактивным двигателем без форсажа завершили испытания при этом в министерстве обороны россии приняли решение что управление охотником будет осуществляться не только самолетов су-57 но и с модернизированных версий истребителей су-30 см-2 с высокой вероятностью это решение обусловлено двухместной компоновкой су-30 см-2 позволяющий включить в состав экипажа дополнительного оператора бпл согласно ранее озвученным характеристикам длина охотника составляет 14 метров размах крыла 19 вес 25 тонн максимальная скорость достигает 1400 километров в час практический потолок 18 тысяч метров а максимальная дальность полета 6000 километров в апреле 2023 года российские власти в очередной раз отложили старт серийного производства дрона запланировав его на 2025 год однако это не помешало им выдавать копию американского арки у 170 за собственную разработку началось с информационного обеспечения летом 2023 года войска рф применили для ударов по украине свои новейшие беспилотные летательные аппараты с-70 охотник такую новость растиражировали российские медиа со ссылкой на турецкие сми как утверждали российские пропагандисты беспилотники якобы нанесли удары по объектам всу в области и что это впервые когда это российская разработка была применена в бою с публикацией фото на котором якобы изображен тот самый охотник который был впервые использован на поле боя впрочем то что россияне выдают за свой аналогов нет с 70 охотник на самом деле иранская копия американского бпл арки 170 известная как шахет 171 7 фото которое россияне выдают за изображение охотника было взято с видеосюжета об иранском беспилотники опубликованном на ютубе еще в 2014 году причем российские пропагандисты решили даже не убирать плашку иранского телеканала престили иранский беспилотник шахет 171 симорг также известный как с 171 это полная копия американского разведывательного беспилотника арки 170 который был захвачен иранцами еще в 2011 году поэтому неудивительно что в 2012 году был заключен контракт на разработку охотника с компанией сухой и он оказался копией шахеда 171 симорг и соответственно арки 170 тем не менее судьба так сказать российской уникальной разработки постоянно в поле зрения журналистов недавно российские сми распространили заявление вице-губернатора новосибирской области сергея симко о том что серийное производство с 70 должно начаться во второй половине 2024 года на новосибирском авиационном заводе ну что ж следим за ситуацией на этом все для продвижения этого видео поставьте лайк нажмите на палец вверх а в случае если еще не подписаны обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые обзоры напишите в комментариях видео на какую тему вы хотели бы увидеть видео на канале